Замерзшая кама дает стройматериалы. Ледяные блоки начали вырубать еще в конце ноября, но с погодой не поспоришь. Из-за потепления работы отложили. Сегодня все сначала, благо лед набрал нужную для выроски толщину. Два слоя, один имеет белую окраску, это у нас непрочный пористый лед. В этом году ледостав был поздний. При проведении таких сложных работ, когда происходит скопление людей и техники на одном участке, естественно, имеет большой фактор опасности. Для скульптуры лед должен быть не менее 15 сантиметров. После выроски блоки обрабатывают и разводят по участкам, где и проходит новогоднее оформление. Из заготовок рабочие делают сказочные фигуры, ледяные горки, катки и игровые лабиринты. Сегодня уже сейчас погода позволяет. Мы должны подготовить количество 15-20 штук ледяных блоков. Но мы, наверное, в течение недели эти блоки подготовим. Фигуры изо льда челнинцы увидят уже на следующей неделе. Холодная сказка предстанет на площади Азатлык и Боровецком бульваре. Ледяной городок в столице республики в этом году решили построить возле главной елки на площади перед центральным стадионом. Последние несколько лет его строили возле театра Кукол Акеат. Сейчас территорию обнесли забором, чтобы горожане не мешали процессу. Казанский городок украсят Дед Мороз снегурочкой символ чемпионата мира по футболу «Волк-забивака». Появятся ледяные горки для детей и взрослых. Каркасы для них уже готовы. Для гостей комната обогрева с горячим чаем и мультильмами. Площадка откроется 29 декабря, если морозы будут крепчать. Анна Городова, Ксения Антонова, Лешат Мухаммедов, ТНВ, Набережная Челны, Казань. Редактор субтитров А.Семкин